На Новобелецком пляже пустынно. Купань не сегодня заборонена. Правда, в этот раз не из-за якости воды. Как высветлилась рака, в этом месте таила иншую небезпеку. Выявили ее выротовальники освода. Подчас тренировки водолазы зауважили на дне предмет, який по форме нагадывал артиллерийский снарад. Людей эвакуировали, праздарение поведомили у военкомат. Задачу серьезно ускладняло место находжения боеприпасу. Кабабя сшкодить, яго из Витебска приехала специальная группа десантников, а у Яке мают и саперную и водолазную подрыхтовку. У нас есть группа водолазов. Это Витебская 103-я мобильная бригада. Снаряд в времен Великой Отечественной войны всегда опасен, потому что он находится в очень плохом состоянии. Любое взаимодействие с воздухом или так может привести к взрыву. После некольких опусканий у в аду водолазы-саперы достали артиллерийский снаряд 122-го калибра. На дне сожей он пролежал больше за 70 годов. Узрывальник находился на узводе. А это значит, выбух мог отбыться в любой момент. Саперы кажут, что в опошний час сутыкаются с подобным регулярно. Без факторов на дворде так само не обойшлося. В этом году в связи с тем, что именно река обмелела, частые вызовы у нас идут именно в район реки. Часто находятся снаряды на окраине воды, то есть на урезе. Река отступила, появились боеприпасы. Особенно это касается Ветковского района и Гольмского района. И в районе пляжей. Народ купается, вода прозрачнее сейчас стала, все видно. Глубина небольшая, поэтому часто находят именно в этих местах боеприпасы. Часто уезжаем. Руслан Пролясковский, Сергей Нігеревич, Игорь Марищенко. Телерадиокомпанія Гомель.